Хорошо, тогда мы сегодня продолжаем все курсы. К ворум подойдет потом. Да, я надеюсь, что к ворум подойдет потом. Но тем не менее продолжим. Владимир Владимирович, введение в системный подход. Целых два года, так что у вас есть много что сказать. Но я бы вас попросила придерживаться. Ну, каких-то трех пунктов или вопросов, я не знаю. Какой очередности, но тем не менее. В отношении курса к идеям, задачам программы для кучевого университета вместо назначения, собственно, содержания курса и что и зачем давать под вторым пунктом, ну, то есть, некое содержание и дидактическая часть. И третье, это вот коммуникативно-педагогическое, если есть что-то по этому поводу сказать. То есть, чтобы у нас немножко была более организованная афлексия, чем, мне показалось, прошлое впечатление скорее. А перчатку? Ну, отнесение к общему целому. Вы же не можете сказать, что вам показали. То есть, вместо курса вы можете... Да, ну, то есть, соотношение курса и, в общем, каких-то задач. Что вы не задумывали, о чем сейчас закончим. Значит... Ну, вы можете в другом каком-то или порядке, или этом целом, но я про это все равно буду спрашивать, если вы не спрашиваете. У этого курса, как бы, такая двойная история. С одной стороны, я прочел первый подобный курс году 99-го. В режиме, или в составе, в рамках курса переподготовки менеджеров образования, который проходил в РИПО, и который возник как очень сырой. Весь блок переподготовки. Очень сырой. В результате там трех, наверное, заседаний семинаров был продвинут, утвержден руководством института и был запущен. Вот в этом курсе, в этой переподготовке, был этот курс на ведение теории системы. Там были какие-то соображения для чего, и зачем, и каково место теории системы в целой переподготовке. Но как-то очень плохо опубликовано. Потом, когда мы со Светланой делали эту переподготовку уже осмыслено, то есть проектируя все содержание образования этой переподготовки в АПО, в Академии после дипломного образования, то этот курс уже был поставлен как центральный, как осознанно поставлен, как центральный для всей переподготовки менеджеров образования. и, соответственно, вписывал все содержание этой переподготовки. Затем он был несколько раз прочитан автономно, без того, чтобы его вписывать в что-то большее, что-то объемлющее. и затем уже при организации летучего университета он снова был вытащен из небытия и уже читался как часть, составная часть, и опять же, по моему отношению, по моему замыслу, как главная часть всего содержания образования в летучем университете. В этом смысле я, наверное, первым делом должен обозначить некоторые полагания, касающиеся содержания образования, и имеющие отношение вот к тем программам переподготовки менеджеров образования как таковых и сейчас в летучем университете. И вот эти вот полагания, они, ну, если их очень просто формулировать, могут, наверное, выглядеть следующим образом. Первое. Что содержание образования не сводится к объему передаваемых знаний как минимум, а как максимум вообще не связано с объемом количества передаваемых знаний. Образование это то, что остается после того, как забыто все, чему учили. Сказки потом, после того, как я рассказала. То есть вот когда мы не придаем никакого значения всем тем знаниям, умениям, которые нам преподавали в каком-то учебном заведении, вот этот вот остаток можно считать образованием. И что же тогда остается? Я пока так. это обозначу остаток от заведения. на самом деле это очень важный момент, имеющий целый ряд всяких феноменов, которые в общем знакомы очень многим людям. Ну, так называемая врожденная грамотность. Это когда люди пишут правильно, не зная или не помня правил правописания. это какие-то вещи, которые становятся автоматическими. Ну, например, там как рейс, где на велосипеде. Достаточно трудно научиться, то есть может быть разработана всяческая дидактика. Держать там спинку определенным образом, куда одевать руки, что делать с ногами, и прочее, и прочее. Потом, когда мы умеем ездить на велосипеде, оказывается, что все это не нужно совершенно, и мы можем даже переходить к каким-то трюкам. Кататься, не держась за руль, ездить на заднем колесе, еще что-нибудь такое делать и так далее. И вот это вот положение или отношение к содержанию образования, оно у меня сидит, и я его достаточно хорошо помню, и оно важно для понимания этого курса. Это скорее относится к установке самого передачи, то есть преподаванию, ко второй части, про которую я говорил, содержание и дидактика. То есть на что нацеленно было? Нет. Почему это? Ну, потому что в данном случае дидактика здесь вообще не важна. Я так понимаю, что это установка. Это установка, да. На образование. Соответственно, эта установка устанавливает ваши действия и то, что вы делали на самих занятиях. статусы. Ну да. Ну да. Ну а что я делаю с этой занятиями? Ну, видишь, не знаешь. Я спрошу. Ладно, я тогда пока не успешу. Я спрошу. Значит, еще раз. Образование это не знание передающееся, не что-то передающееся, а то, что остается. Где оно остается? Оно остается в изменившемся человеке. Поэтому, когда многие педагоги, осмысляя содержание понятия образования, говоря, что образование это понятие, да, бильдинг, слово картинка, образование от слова образ, амбутация от слова эйглс, и так далее, да, это то, что касается образа человека, образуется человек. В этом смысле образование рассматривается как продолжение творения человека. А тогда какое значение имеет передаваемое содержание? Если содержанием является то, что остается в человеке. Слеженно с тем образом, который хотите оставить в этом человеке. Вроде когда? Вроде когда? Но когда остается образ от чего-то, вот, как бы, в чем-то, то тогда, ну, например, если мы начинаем, не знаю, делать скульптуру, придавать образ бесформенному камню, мы там точим его зуби, можем обрабатывать его там кислотой, там еще чем-нибудь, да, и это все передается вещи, объекту. но не можем же мы говорить, что кислота, зубила, молоток, который мы бьем по этому камню, составляют содержание того образа, который останется в куске мрамора, когда от него отнимут лишнее, с помощью этих вот приспособлений. тогда обсуждая вот это я говорю, что мне совершенно по барабану какими кислотами, какими зубилами я стучу, да, если я понимаю, что содержание образования является то, что остается в том, почему я стучу. не помню, можешь чтобы по барабану, потому что если не получается получить то, что вы... Ну, с другой стороны, какая разница? Должны искать другие зубила там и так далее, так что ну, по барабану. То, что это не одно и то же, это понятно, ладно. Главное, что мне не принято... Это еще только начало. Это не связано с самим образом. Ну, да. Это понятно. Хорошо. Это первая установка. Вторая установка. Значит... Методологии научить нельзя. Оставить ее светлой обуви. Вот с этой установкой, что методологии научить нельзя, я столкнулся в тот момент, когда сам пытался учиться методологии. и несмотря на то, что я думаю, что я ей научился, в общем, я пронес ее через всю оставшуюся жизнь и до сих пор разделяю. На сегодняшний день методология не есть то, чему кто-то кого-то может научить. Методология есть. Более того, методологии можно учиться. Но методологии нельзя научить. А это значит бесполезно препарировать методологическое содержание на сегодняшний день до такой формы, которая подлежит передаче, трансляции, там и еще чего-то. Тогда что такое сама методология? В этом смысле с одной стороны методология в том отношении к которому я ее воспринимаю есть современная форма мышления. Соответственно, это связано с третьим тезисом или с третьей установкой методологии. Обучение. Так мы уж не занимаемся. М? Это что? Это что? Методология значит жизнь. Методология — определенная форма мышления. Нужно просто обучение мышлению. Это уж установка. Вы считаете, что две эти установки проживающиеся берут? И что? Сразу и всё? И закапываться в землю? И заворачиваться в пастыню толстя на кладбище? Это говорит о том, что мацкевич действует из противоречивых установок. В этом курсе. Но я должен комплексировать собой противоречивые установки. Итак. Я говорю, что методологию научить нельзя. Так я и не учу. Я никогда не прихожу никому и говорю, что я буду учить вас методологию. С другой стороны. Я понимаю, что методология — это форма современного мышления. А тогда я должен определить эту форму. Мышление — это то, что составляет предмет моего интереса. Исследовательство познавательного. Это методология. И я, подходя к мышлению, как предмету и объекту исследованию. Его исследую. А пока я его исследую, я не могу ему учить. Это понятно? Да. Но, обратите внимание. Я к нему подхожу. И тогда у меня появляется категория подхода. Категория подхода, которая в данный момент является точкой, местом сборки этих противоречивых установок. С одной стороны. Всех трёх. Они, на самом деле, все три друг другу противоречат. Если содержанием любого образования является остаток от забытого. Если методология, которая составляет предмет моего интереса, которая является, собственно, тем, чем я занимаюсь. И при установке на то, что мышлению надо учить каждого, все эти три противоречащие друг другу установки собираются на категории подход. Если я подхожу к предмету собственного интереса таким образом, а этот образ есть, собственно, современное мышление, то, подходя, я могу сам подходить и брать кого-то себе в компанию. А учить подходу, это совсем не то же самое, что учить тому, как устроено то, к чему подходят. То есть, грубо говоря, изучение матчасти велосипеда не позволяет ездить на велосипеде. Ну, вот подводить человека к велосипеду, сажать его на велосипед, разгонять, а потом отпускать. И когда человек от страха упасть, начинает двигаться, вот это можно делать. Ну, вот, собственно, комплексируя вот эти установки в курсе аппедевтика системного подхода, я, в общем, достигал для себя понимания того, ну, грубо говоря, зачем я это делаю. То есть, у меня закрывалось, как минимум, через категорию подхода, на котором собираются и снимаются противоречия трех вот этих установок, да, у меня закрывается. Закрывается прагматическая сторона содержания этого курса. Так понятно? Да, вот вы смотрите, смотрите. Этот курс, да, вы сами сказали. Он сначала, ну, или подобный, и я так понимаю, что с подобными же установками. Он был вписан сначала в систему подготовки менеджеров в образовании. Потом был одинок или вписан в, я бы сказала, в движенческую некую деятельность, да? Ну, скорее. Ну, в расшевеливание мозгов, участников третьего сеть. Потом он вписывается сейчас в летучий университет. Означает ли это, что, по большому счету, то, что вы делаете, это, ну, как бы сказать, автономная система, в общем, не требующая вокруг, ну, каких-то еще элементов и, ну, не связанная, ну, непосредственно, например, там, ну, не знаю, в какие-то отношения с другими, ну, не знаю, курсами, там, с любыми другими формами. Нет. Ну, правильно. Ну, правильно. Более того, автономное значение перетяну у этого, нет у этого курса уже после того, как закрылась возможность проводить вот эту программу переподготовки менеджеров в образовании. Я спрашиваю, потому что если, ну, как бы, все то же самое, одно и то же, с теми же установками, и, в принципе, с тем самым, было вписано в разные системы и не меняется, значит, оно... Меняется, почему же не меняется? Более того, если взять уже прочитанный трижды, трижды, да, курс пропедевтики в рамках летучего университета. Просто летучий университет сильно менялся, все три раза, ну... Ну, и я колебался вместе с линией партии. Причем, я не уверен, что я колебался, ну, строго синхронно с изменениями в рамках летучего университета. Потому что и раньше, когда я работал с этим курсом, он никогда не был похож на предыдущий. Но, в общем-то, у меня все так всегда так было. В этом нет ничего особо уникального. Для, там, тех курсов, которые я сам читал по самым разным темам. Потому что, вот эта вот установка, последняя установка на обучение мышления каждого, которая сформулирована была накануне замысла и создания летучего университета. Она была сформулирована на каком-то из наших семинаров. Да, уже помолена. В этом домике, да? Да, где-то здесь. В 2008-м. В 2007-м. Или в 2008-м году. Да? Где-то там, в это время. Вот. Оно было сформулировано, но до этого, собственно, установка на обучение мышлению, просто не в такой радикальной форме. Она была у меня всегда. Ну, как всегда. Применительно к себе всегда. Не всегда в моей, там, педагогической деятельности. Но. Сейчас мне важно другое. Что, имея наполнение прагматической плоскости, понимая, зачем я прихожу с этим курсом к людям в летучем университете. Мне нужно теперь наполнить содержанием, смыслом, две другие плоскости. Радикматическую. То есть, ответить на вопрос, а что я делаю? Ну, и как, соответственно. Синтагматическую плоскости. Итак, да. Значит, первое, что мне приходит в голову, по большому счету, относительно того, чем заполнять прагматическую плоскость. Это то, что при такой прагматической установке совершенно не важно, какое знание станет материалом моей работы с сослушателем. Это понятно? Ну, вывод. Вывод понятен, но не факт, что мы с этим согласны. Вывод понятен, но не факт, что мы с этим согласны. А вот что вам дает возможность Телепкова с этим не согласиться? Если вы собираетесь научить человека ездить на велосипеде, какая разница к какому из миллионов велосипедов, существующих в этом мире, вы будете подводить обучаемого к велосипеду. К велосипеду. А не к... Мы же подводим не к трактору, чтобы научить его ездить на велосипеде. Мы подводим к велосипеду. Там неважно, он там чуть... Он один знак, его есть и рама, и колеса. Ну, отлично. Теперь вот, если я собираюсь обучать мышлению, пусть даже не каждого, а тех, кто пришел в летучий университет, скажите, пожалуйста, а есть что-то, не подлежащее мышлению? То, что уже помыслим. Я не могу думать, а то мыслить дважды. У Хейдегер нам завещал, что мыслим, а мы как-то... Настя, к тому, что ты еще не помыслим. Просто я не очень понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите, неважно к какому... к чему я буду подводить, да? Нет, не к чему я буду подводить. Это к велосипеду, к чему я буду подводить. Я говорю сейчас про мышление. Тогда я говорю, что мне не важно о чем я буду мыслить вместе с теми слушателями, если мысль, мышление как подход, я пытаюсь им внести или втягиваю их в то, что я подхожу к чему-то. Более принято, вот так и давай. Тогда тут все равно есть определенное ограничение по поводу того, к чему вы можете подходить, и это действительно должно быть то, что подлежит мышлению. И тут есть не ограничение в смысле предмета, это подлежит, это не подлежит, а к, ну не знаю, ситуации, что ли. Ну, грубо говоря, подлежит мышлению... Ситуации тоже нет. Не ситуации, а отношению к объекту. Ограничение, это я понимаю, да. Но где тогда эти ограничения лежат? Эти ограничения лежат во мне. Ну, вот я на эту тему задумался, да, потому что действительно податное мысль по Хайдегеру это то, что не промысленно, как бы, да. Или наоборот, то, что промысленно, неподатное мысль по, ну, как бы, оно закончено, да, то есть там нет мышления, как процесс актуального мышления. Ну, это никогда... Ну, это я тоже про это еще думаю. Но с другой стороны нельзя помыслить как бы два раза одну и ту же мысль, но это никогда не значит, что тему нельзя помыслить второй раз. Ну, конечно. То есть нельзя доказать заново теорему Пифагора, да, если она уже доказана. То есть любой поиск других доказательств, ну, некоторых, да, усовершенствование этого доказательства и так далее, есть техническая деятельность, которую ни я, ни Хайдеггер не собираемся называть мышлением. Да? Но это не значит, что математика должна быть исключена, или геометрия, да, должна быть исключена из мышления. Мыслить можно и о треугольниках, и о, в принципе, квадратах катетов, катетов, гипотенуз, там, и так далее, да. Но ограничения в этом смысле находятся не в предметном мире, а во мне. Потому что для того, чтобы мне мыслить там о теории Пифагора, мне достаточно, ну, скажем, знаний, там, элементарной математики, да. А вот мыслить, например, о чем-то, у меня просто может не хватить знаний. Я, не имея знаний, могу просто не дойти до границы мыслимого и немыслимого. И тогда я понимаю, что все ограничения я ношу в себе и с собой. И когда там Николай, например, этот самый бородатый наш, когда я начинаю рассуждать про времена глаголов в языках, которые мне доступны, да, приносят мне книжку и говорят, а вот отличная книжка о временах в японском языке. И там все не так. Я говорю, интересно, можно пополнить мой материал. Ну вот и все. Вот только такого рода ограничения существуют в выборе того, что именно мы будем обсуждать или к чему именно мы будем подходить вместе со слушателями на курсе пропедевки. Тогда, подождите, тогда выбор ограничен не только вашей способностью, но если вы вместе собираетесь подходить, то каким-то образом он ограничен аудиторией в том числе. Вы можете пойти в одиночестве и дойти куда угодно, а все остальные потеряются по дороге. Совершенно верно, да. Но это уже для меня выводит не к определению парадигматической стороны вопроса, а синтагматической. Я дальше тогда в этом курсе довольно давно определил для себя следующее, что я не могу в этом курсе выходить за пределы ну скажем школьного курса, школьного уровня образования. Ну, почему школьного? Потому что я имею дело с локализованным сообществом, локализованным в рамках постсовка и совка, то есть людей, которые прошли единую политехническую общеобразовательную школу, пусть и с модификациями, да, и все в школе получали примерно один и тот же набор дисциплин, предметов и так далее. И значит, гуманитарии и технари в принципе имеют один и тот же тип образования. Просто гуманитарии больше забыли одни предметы, технари больше забыли другие предметы, вот то, что у них осталось от среднего образования, ну и осталось. Они с ним живут, они вот сформированы этим образованием. На это я могу опираться. Потому что когда они пошли в вузы, дальше там они забывали совершенно разные вещи. поэтому для меня важно было здесь не выбор области, а выбор глубины и уровня. Итак, опираясь на среднее образование, я мог считать, что даже если я ввожу в основном гуманитариев, то есть я системный подход предлагаю гуманитарием в первую очередь, да, а не технарям или там неестественникам, то тем не менее я могу апеллировать к математике, школьной физике, школьной биологии, там, ну и так далее и так далее. К разным таким этим вещам. Потому что в разных дисциплинах, школьных дисциплинах или традиционных дисциплинах системный подход ну, скажем, развит каждый из них достаточно однобоко, но есть в разных дисциплинах ну, очень хорошо проработанные какие-то системные категории, представления и так далее, на которые можно опираться и которые можно апеллировать в процессе подхода с мышлением к тем вещам, которые мы цепляем вместе со слушателями. т.е. понятно говорят? да хорошо вот таким образом таким образом я немножко разобрался с тем, что мне класть в парадигматическую плоскость но я не могу до конца с этим разобраться пока я не приду в конкретную аудиторию то есть решение вопроса с наполнением парадигматическим наполнением остается ну оказиональным да смотря в какой ситуации с какими людьми я окажусь один на один в процессе работы над курсом этими определяется в конечном итоге то о чем мы будем говорить а теперь как поскольку мне самому без разницы о чем говорить у меня есть только ограничения которые есть на мне да то я вообще-то как должен быть апеллировать к некой там мотивации инсталляции тех с кем я разговаривал вот когда я сколько-то лет назад проходила этот курс и слушала здесь я помню что вы больше апеллировали к тому как раз чем сами озабочены в данный момент чем по-моему мотивация или последние годы все поменялось это правильно нет оно не поменялось вам было не все равно к чему подходить потому что у вас были актуальны темы и проблемы с которыми вы разбирались оно не поменялось оно не поменялось я по-прежнему я по-прежнему это делаю именно таким же образом я к тому чтобы не надо рассказывать что-то идти на поводу я сейчас рассказываю я сейчас рассказываю уже синтагматическую это опять же установка в рамках синтагматики я понимаю что без мотивации заинтересованности увлеченности слушателей хорошая реализация курса про педлятики невозможна я всякий раз прихожу несмотря на то что уже имею богатый опыт и знаю прихожу и предлагаю работать с материалом радиогматическим материалом слушателей и выясняется и тут и тут у меня появляются разного рода ну скажем выводы иногда такие нормально практические выводы которые иногда люди называют жизненным опытом то есть я имею опыт чтения этого курса не первый раз прихожу смотрю в глаза слушателям и вижу в них пустоту я начинаю понимать что ну елки-талки понятное дело чтобы если бы эти люди были увлечены чем-то без меня они бы никогда не пришли сюда им было бы чем заняться им было бы чем заняться совершенно верно а раз они пришли так они пришли в поиски и значит моя дурацкая демократическая установка вытащить это из слушателей упирается в то что как бы они от меня ждут этих вещей это меня успокаивает я тогда говорю ну отлично ребят сейчас я вам расскажу что мы успокаиваем да и это даже облегчает мне мою задачу потому что если в конечном итоге подход является содержанием образования подход же является местом сборки или конструкции собирающей на себе вот эти вот установки о методологии обучении мышлению каждого и так далее да ну тут тогда мне самому удобнее подходить к тому что меня интересует чем ко всякой ерунде чем ко всякой и демонстрация соответственно подходности она будет тем реалистичнее фактурнее ярче чем мне самому будет интересно то к чему я подхожу да демонстрация да а вот совместное движение может быть нет а вот совместное движение ну да ну то есть это противоречивое в общем ну в смысле не противоречивое а они могут быть очень разнонаправленные да то есть то что вам интересно то к чему вам интересно подходить может в общем не не передвигать к тому чтобы идти вместе с вами туда можно просто посмотреть ну внешне вот он продемонстрировал это правильно и в этом смысле вот почему я ну не могу рассказывать про этот курс не упоминая программу переподготовки менеджеров образования да и даже не про педефтику а какие-то свои другие курсы где в общем я делаю практически то же самое ну например когда я читаю лекции в калифе то достаточно плодотворно или так удачно получается у меня это получалось делать в программе переподготовки менеджеров образования и вот уже почти 15 лет совершенно неудачно проходит в калифе я работаю в этом месте с зоной ближайшего развития я прихожу например к менеджерам образования и говорю ребята я вот увлечен сейчас кем-то и кем-то я об этом думаю у меня об этом болит голова и мне плевать о чем болит голова у вас сейчас понятно потому что я имею дело с вами не как с вами а с вами кем вы должны стать они приходят ко мне как это в анекдоте было девушками студентками должны выйти женщинами переводчиц точно так же они приходят на курс переподготовки менеджеров образования учителями химии воспитателями детских садов а выйти должны менеджерами образования поэтому мне плевать из кого вы сюда пришли и что вы собой себе представляете я с вами работаю как с будущими менеджерами образования и вы в ответ на мои притязания к менеджерам образования отвечаете мне взаимностью то есть начинайте подыгрывать мне изображая из себя менеджеров образования тогда самые большие проблемы должны быть в предыдущем университете потому что про коллегиуме там тоже понятно по крайней мере куда они ну конечно я прихожу в коллегиуме и говорю ребята я сколько раз пытался обратиться к вам с вопросами кто вы такие что вы хотите какого хрена вы ходите в коллегиум сколько лет я пытался это сделать ни разу не получал ни одного разумительного ответа поэтому мне плевать вообще чего вы сюда пришли но вы пришли на отделение коллегиума которое называется отделение литературы и философии про философию не будем а сделаем вид сделаем вид что вы тут будущие литераторы или уже актуальные литераторы и вот как философ с литераторами я с вами и поговорю пытаюсь с ними говорить потом выясняется что нихрена как бы но тем не менее мне по крайней мере есть на что опереться на эту самую зону ближайшего развития и на ясную модальность да модальность того чем они есть и это не интересно и того чем они должны быть что и является для нас ну как точкой опоры ну собственно на этом построена вся культурно-историческая концепция Выгодского в которой парадигме которой я общими работаю но в летучем университете это не срабатывает ни хрена точно так же как и в этих не срабатывало с НЖОшниками когда я как это культурно-историческая концепция Выгодского Выгодского а что ничего вот потому что а в летучем университете мне опереться не на что ну в смысле нормативно не задано тема не должна стать ну по крайней мере у меня как это меня лишает этой точки опоры вторая установка я же не могу обращаться к слушателям летучего университета как к будущим методологам я-то знаю что методологи обучить нельзя почему обучить нельзя как будущим методологам можете интересно чтобы потом всякий Мирошниченко мне это самое внес всего этого ахинея я не вижу противоречия вот опять же Георгий Петрович любил это выражение знаменитое выражение Ульдали что мышление это как танцы лошадей так же трудно и так же редко встречается методологов ваше содержание как подход подход как содержание какая разница с кем будущего ну ладно литературе тоже научить нельзя но вы же можете к ним обращаться как к будущим литераторам как-то потом выясняется ну и тут писатель писатель научить не везет писатель вот тут смотрите какая же одна дистанция без проблем тоже одна дистанция без проблем и конечно но тут смотрите какая же ведь методологии научить нельзя не потому что это методология а потому что она еще не стала той деятельностью которую можно литература литература а как кому обращаетесь у нас же рефлексия да у нас рефлексии поэтому у меня нет ответа на этот вопрос и с этим связаны трудности мои большие трудности в чтении этого курса в летучем университете единственное что меня в этом смысле спасает это ну вот оснащенность или представление о различных образовательных процессах я понимаю что образование и подготовка это разные вещи а значит я могу пытаться учить мышление в разоформленных недисциплинарных формах и собственно вот это вот понимание оно возникло не здесь и не сейчас да оно собственно потому и дает мне возможность вместо того чтобы читать методологические курсы как это делают некоторые люди ну например тот же Анисимов там Олег Сергеевич который а? не Горов важно не Горов не знаю да то есть я не читаю методологических дисциплин я говорю в разоформленных формах о систем ну о системных представлениях системных категориях а системные категории еще со времен Берталла что там Берталла со времен Богданова Малиновского они строились и задавались принципиально как междисциплинарные и надпредметные когда вы говорите системных категориях они же попадают в что правильно это же не как то есть когда вы говорите что не важно что то здесь оказывается что у нас есть системные категории которые попадают в содержание и которые такие ну если выкинуть это не будет в едином системе да ну и вот выбор тогда почему мне важно было на том этапе зафиксировать что не важно что я буду говорить да а вот то что потом я понимаю ну скажем так хорошую форму прегнатность системных категорий как раз для такого случая да и особенно вот в летучем университете оно срабатывает ну или как это оно еще большей степени более выпукло как бы да предстает и и позволяет мне работать с этим то есть оно работало хорошо с опорой вот на эту культурно-историческую концепцию на ЗБР с менеджерами образования с литераторами там и так далее несмотря на то что в общем далеко не каждый слушатель коллегиума действительно становится литераторами собирается даже им быть то здесь это в еще большей степени применимо но дальше смотрите какая штука работаю это я вроде бы с системными категориями которые принципиально задаются как междисциплинарные над дисциплинарные над предметные да но мне важно и удержаться с этими категориями как над предметными несмотря на то что они так или иначе все приписаны к предметности ну скажем начинаю я говорить о семиотике да начинаю рассуждать о знаках означаемых там генотатах коннотатах и прочих и прочих вещах и так или иначе я апеллирую к материалу языкознания да и мне важно чтобы не засунуть то о чем мы говорим сразу в дисциплинарность языкознания а сохранить вот эту вот метаподходность к этому собственно системности этих категорий так с какими бы системными категориями или логическими категориями я не работал которые заданы например мы апеллируем к классификации или там работая с классификацией мы апеллируем к тот самый стул к биологии к Ленеевской классификации и так далее опять же чтобы не засунуть это дело все в какую-то дисциплинарность и предметность демонстрирует подход и тогда я должен со всеми категориями из какой бы предметности они не заимствовались да как бы им не придавался общесистемный междисциплинарный характер я должен сохранять еще инструментальность этих категорий избавляя их вообще от онтологического от онтологических трактовок ну а потому что мне ведь важно не то что вы все равно забудете а важно вовлечь вас в подходность а вот Владимир Владимирович возвращаясь к первой установке и если по истечении курса мы все равно должны каким-то образом ну и ценить получилось или нет то по каким ну то есть что должно ну я бы скажу по каким критериям я даже сейчас не буду говорить они где должны быть в тех кто слушает или там в самом процессе можно оценить ну так эффективность ну то есть получилось или не получилось что-то должно остаться от забытого чтобы вы считали что это успешно или как это должно проявляться вот это вот видишь одна из очень больших проблем любого рода такой деятельности скажем представьте себе родители великовозрастный ребенок который говорит я бросаю институт и буду играть в ансамбле или там петь рэп или еще что-то родители ему говорят ты что сдурил да ты же как бы профессию получил и так далее да вот начинают все эти банальности ему рассказывать тогда он спрашивает ребенок этих родителей родители а вы нахрена вообще отдавали меня там со второго класса в музыкальную школу или даже с первого в которую я таскался будучи перегруженным там занятиями в общеобразователь что вы хотели когда меня отдавали туда ну мы вот меньше всего хотели чтобы ты там с музыкантом становился а зачем для общего развития ну или начинают всякую такую фигню придумывать про колокогать ее гармонично развитую личность и прочее и прочее вообще зачем детей отдают в художественную школу в музыкальную школу в спортивную школу в клубничеще и так далее а что остается в плане образования у детей которые закончили музыкальную школу и потом не собираются идти играть в ансамблях у них остается например вкус любовь к музыке или что-нибудь еще а как это можно померить можно можно и вот по аналогии с этим я тогда спрашиваю себя например а что должно оставаться после этой пропедактики что-то подобное вкус любовь и любовь к чему к разговорам на темы выходящие за пределы актуально жизненно необходимых вопросов есть серьезные люди на этой планете которые как-то постоянно говорят о том что не затрагивают их житейские интересы делают это на лавочке согласен 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 а вкус но ваш вкус наверное они говорят не очень хорошо но их вкус наверное вы не очень здесь вопрос с совпадением вкусов или ну вот я думаю что размышляя над всем над этим да я думаю что а любовь к беседам и вкус в этих беседах вот что остается в первую очередь от пропедактики без темного подхода поэтому когда мне говорят блин эти бестолочи всех уже достали сколько называют себя методологами я говорю ну так интересно как бы а любовь к пиздобольствам методологическому ну я не знаю как приличнее это сказать это дешево это дешево удалось теперь ну со вкусом со вкусом проблемы а что делать что делают вообще со вкусом в музей в музей да ни хрена со вкусом есть единственный способ работать высмеивать без вкуса сколько не демонстрируй лучшие образцы никогда вкус не разовьется до тех пор пока ты не будешь высмеивать порочные трешевые там всякие такие проявления вкуса но только высмеивание тоже может такую форму там не знаю ну немножко садистскую да травмировать юные души не не юные просто она как бы может воспитать вкус такого стёба просто тотального такого есть такая опасность есть такая опасность поэтому мне это ну скажем так я не отрицаю но немножко мне напомнило достаточно помню какого русского писателя который сказал ты там всё ок что может быть более наивно чем пытаться искоренить сатирую взяточничество взятка никогда не казалось смешной тому кого она кормит так так вот и здесь ну посмеяться ну вот там над теми кто ходит на концерты публики типа там винокора или что-нибудь такое вызовут реакцию тоже там умные делают вид что они что-то когда-то много лет назад ехал я в поезде попалась мне попутчица такая выпускница какого-то совхоза техникума девушка то есть богата ну глубоко образованная и поэтому во всём судившая очень совершенно безапелляционно в отличие от меня дурака который только-только меня отец зашли вот вот она говорит слушает там ну это же давно было пластинки говорят музыка хорошая я так не сразу сообразил что она говорит о записях классической музыки и дальше она пытала вот в своём стиле вот такое надо современную музыку слухать а не ту якая никому не надо вот посмеётесь и вы будете защитником того что никому не надо ну то есть я хотел сказать что тут оборонительные реакции очень такие могут быть понятное дело понятное но теперь смотрите я ведь мы сейчас рефлектируем некий курс который называется ведение оркедевтик ведение а я свожу его содержание к подходности то есть не просто введение куда-то но определенным образом вот понимаете у меня есть там некоторый дисбаланс между подходом ну подходом да к чему-то светлому сложному ну в общем к чему-то такому очень и тем критериям оценки подхождения которые вы выдаёте вот что-то нет ты меня стала спрашивать про эти критерии я тебе ответил то что я понимаю про это да потому что дальше я должен рефлектировать на самом деле само введение я спрашиваю ну как бы как определяется подвёл ли ну там прошли ли вместе и Владимир Владимирович выдает в общем какие-то ну достаточно вкус сформировался ну даже со вкусом тут не очень понятно а как бы ну вот подождите 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 смотрите какая штука когда мы говорим о видении пропедевтики там и так далее да то оно лежит точно вне того пространства в которое вводится да оно же извне да вот предположим надо ввести сюда сюда вот а вводится оно извне пропедевтика работает вот там там но во внешнем этом самом да но как минимум нужно обозначить вход в открытые двери как бы да вообще вот с этими аналогиями тут очень трудно куда-то деться не зря же книжка построенная величайшим дедактором человечества Яна Амосом Каменским когда он задавал содержание фактически вот этой вот эгалитарной педагогики она у него так и называлась потом 200 лет ее переиздавали открытая дверь языков и всех наук а вот дверь надо показать хотя бы приоткрытой приоткрытой не говоря уже просто про широко открытую чтобы широко открытую это я должен дойти как Каменский до обучения чтению каждого да когда мышлению каждого учить то тогда как бы я ее открою настежь пока она хотя бы приоткрыта но как только она приоткрыта да то тогда как это в нее бачком бачком и протиснуться протискиваться придется отсюда как это не всяким образом подойдя ко входу ты туда зайдешь отсюда вот эти требования на подход да особый подход ну к чему к входу опять же да и вот все что остается от пропедевтики оно все еще вовне да но теперь тот кто вовне прошел пропедевтику он уже знает о наличии входа может быть он знает уже даже где этот вход да и он уже знает как туда протискиваться а сюда извините кельческое питание пытается добиться наверное я правильно понимаю фиксации того а действительно ли показано да действительно ли он понимает как как бы что он может пройти сейчас туда и эти критерии ну они достаточно сложные да то есть странные а почему они странные потому что с одной стороны в курсе пропедевтики есть этот педагог который ведет кого-то к этому входу показывает смотри вот это и то что он делает его демонстрации поведение обозначение прагматики парадигматики синтагматики то есть обрисовки этой двери применяются собственно одни критерии какие-то совершенно как бы другие критерии связанные с тем что этот ведомый увидел понял распознал не распознал прошел или прослушал это дело и тут вот эти две совершенно разные критерии оценки то что то что ты можешь сказать что моя пропедевтика показывает дверь может ну констатироваться только тем что ты можешь сказать кто-то сюда этим путем прошел за мной но дальше то что он там например по каким-то причинам не работает с другими группами или там ограниченное количество людей вводит туда ну понятно у меня нет ответов на целый ряд этих вопросов да при этом у меня тоже куча по этому поводу просто метафора возникает ну например вот знаешь был когда-нибудь в библиотеке там сельской школьной в каждой библиотеке есть плохие книжки да и хорошие а есть ли лучшие там стенд есть я не сделаю такого с лучшими книжками стендов нет более того лучшие книжки этой библиотеки всегда сворованы значит пиктомеды да и это достаточно важный принцип опять да дело в том что в этот вход в такого рода вот такие пропедевтические подходные технологии да они не дают контрамарок они не дают пропусков там внутри же не об этом говорил сейчас подожди он говорил про то как фиксировать замечать это дело поворован потому что отсюда стырят по пропажам или по всякого рода вот таким следам ну скажем там кто-то возмущается тем что ходят эти самые оголчевые ну ладно методологи про педовчане про педовчане про педовчане и терроризируют там остальных преподавателей летучего университета требованиями самоопределения ну стырили же вот падлые не знают как обращаться да с этим но стырят то стырили и вот в данном случае меня больше волнует ответ на вопрос это считать позитивным эффектом или негативным я смогу считать это негативным эффектом ну воровать плохо согласен с тобой а потом понимаете еще еще какая штука ворованным же и пользоваться то стыдно поэтому никогда ворованным вот нормально не пользуются как правильно пользуются это как-то вот ублюдочный но метафорами но короче я сразу сдамся и скажу я не знаю я вижу что ты хочешь сдаться я не хочу давать тебе сдавать я не знаю и более того я далеко не уверен в эффективности этой самой пресловутой пропедевтики как-то на хреново у меня катит последние разы к университету ну то есть и с пропедевтиками то есть пропедевтики раньше они всегда ну обравлялись и сейчас обравляются каким-то внешним контуром то есть это было там менеджеры образования реформы образования потом движение потом университет это давало ну какой-то выход людей как минимум хорошо стоивших плохо стоивших получивших что-то увидевших дверь или нет но давало выход людей для этой среды внешне то есть из движения там например я там водоварская еще какое-то количество людей из этих пропедевтик выходило они какое-то время даже оставались в этих всем потом уходили вот в университет сейчас эти пропедевтики дают людей приходящих и остающихся там и это развивает в общем-то этот университет не имеем такой выход в людях померенный с этим ну вот помните это самое поскольку вы-то проходили пропедевтику вот в этом автономном режиме да энжиошно-движенческой то после пропедевтики предполагалось да что вас проводят за ручку берут и там с вами работают с программированием там курсы какие курсы про программирование проектирование что-то такое да то есть там предполагалось обязательное продолжение предполагалось но это продолжал кто-то не продолжал но это не важно ну и в этом смысле никакое введение без ну хотя бы обозначения освещения в смысле просто включение света в темном помещении да предъявление того куда вводится бессмысленно бессмысленно пропедевтика без того обозначения куда вводится да и вот это вот туда куда вводится оно всякий раз должно быть должно присутствовать и тогда с летучим университетом да ну вот мне так кажется что скажем в первоначальном замысле ну или не в первоначальном замысле а в первом варианте не этого года а прошлого года как бы да там были курсы Водолажской Твой Оксани как места куда вводятся в этом году и в этом году есть ну и в этом есть Егоровский курс да как минимум Оксанин Оксанин и Галиновского и тогда вот я бы это самое смотрел вот на это есть ли преемственность между пропедевтикой и этими курсами вот вот этот момент да тут еще все-таки с этим какая-то преемственность есть да но я все равно рассматриваю ну свой курс например это все равно какое-то продолжение там не знаю там разбор какого-то содержания там связанного там с тем же самым системным подходом или категориями там деятельности которые употребляются но настоящий переход да куда-то это переход раньше в тех системах деятельности конкретной деятельности был то есть это участие в движении тогда было то есть занятие какого-то места по самоопределению с полнотой выбора и начало работы эта работа могла даже выполняться хреново человек мог самоопределяться ужасно как бы это могло вызывать раздражение как бы людей которые там его украшают но тем не менее это было показателем того что в данном случае эта пропедевтика сработала да но это и даже включение тогда в пропедевти в курс света по проектированию и программированию это было все еще продолжение скорее пропедевтики логическое чем фактически индикатор успешности не успешности это еще удержание людей в этой системе ну предбанник перед твоим судой да где их еще могли какое-то время мурыжить и разбираться с тем что они там можно представить себе как амфиладу амфилада работает а вот я хочу вернуться к теме на которые я первую говорила про место этого курса в собственно летучем университете потому что мне это по задумке да предполагалось что этот курс один из ну таких там базовых или основных которые дает ну вот некий там вкус или там минимальные инструменты там и так далее в университете предыдущем есть еще много других мест где можно реализовывать то есть развивать реализовывать в этом смысле не обязательно попадать в методологическое сообщество а у нас есть публичные лекции дискуссии в принципе возможность исследования семинары и так далее и вот меня там больше интересует во-первых реально как как это связано да ну то есть то то введение которое вы делаете да как это связано с остальными курсами и как вы сами себе это видите если вообще видите ну вот смотри про амфиладную вот эту вот схему да более менее понятно да я мыслю себе это вот в амфиладных таких представлениях то есть мы извне вводим в некое помещение как бы да за ним следует другое за ним следует третье ну и так далее да такая вот преемственность другое дело когда из одного помещения есть несколько выходов нет то есть я кое-что про это знаю и понимаю а ты чё я что-то непонятное говорю то есть я могу понять и представить себе введение в системный подход и вашу амфиладу которую там подологи организуют это ну как автономное локальное ну наше дело ну чуть-чуть расширившееся я не понимаю как вы себе видите это вписанность в более ну там широкие более широкие деятельности университета которые сейчас есть ну например какое смысл и назначение имеет для слушателей вашей пропедентики курс математики философии вы себе как это представляете или вы себе никак это не представляете вам все равно там их вводят в одно а вы вводите в другое ну то есть это все слушатели разбрелись по тому куда им хочется ввести ну там или что получить брошен подожди значит у меня есть на этот счет проектный взгляд ты меня спрашиваешь про это в рефлексивном режиме в рефлексивном режиме у меня нет на этот счет определенного ответа у меня есть только ну скажем предложение да исследование действия теперь надо посмотреть посмотреть как связаны по людям по преемственности идей там и так далее и так далее эти курсы между собой это надо смотреть а у меня есть проектное предложение и это проектное предложение конечно же никак не связано с наличием здесь вот этих вот других курсов проектным предложением это что называется проектным предложением я называю идею университета мышления и так далее и так далее и вот пропедевтика которую я пытаюсь сделать она связана вот с этим замыслом игрового университета университета мышления и так далее научение подходности подходу позволяет людям дальше с этим подходом подходить к любым другим ну скажем там дисциплинам что касается например какой-то штуки типа математики то это инструментальное оснащение внутри этого подхода вот что ты хочешь реально сейчас от математики услышал потому что я например помню про твою же концепцию содержания образования в университете где этот курс имел по отношению к другим курсам определенную как бы место и там задачность и смотря из этого курса то есть я восстанавливаю как бы мою концепцию содержание образования я смотрю что как бы курс мацкевича это обучение хождению по местам в университете то есть это задание некоторых там этих ну не знаю карт которые позволяют дальше человеку самоопределяться и ходить на математику на продолжение этих самых там напиток еще да я про это знаю но это подожди он же он же делает пропедевтику а не я ну и ты что ты хочешь сейчас от него услышать что он все не так представлял ну вот я слышу сейчас да что он представляет не так или меня это важно подожди подожди вот то что сейчас Егоров сказал меня я просто думал что вы это знаете ну как бы вот я сижу здесь слушаю я думаю что мацкевич это знает ты это знаешь все знают про это знание и тогда что то что мне остается все равно непонятным твой вопрос ты хочешь чтобы мацкевич тебе дал какой-то другой ответ на этот вопрос чем ты его раньше отвечала или что слушай Андрей я и мацкевич это разные люди вести не заметил у меня есть свои представления о том как это должно быть у него есть он что-то делает у Пифагора свои представления про как бы теорему у меня свои представления у меня свои представления я не понимаю вопроса у меня вопрос к тому как Владимир Владимирович он лично читая этот курс куда-то там вводя представляет себе место его место в университете и мне это интересно понимаешь вне зависимости от того что год назад или сколько-то я рассказала про то как я себе это представляю мне кажется это общее знание послушай ну общих знаний у нас много однако каждый действует по-своему нет подожди Таня подожди смотри я пытаюсь тебе говорить что в проектном залоге и в рефлексивном залоге у меня разное понимание в проектном залоге я делаю пропедевтику ко всему тому что возможно есть будет появляться в нашем университете я оснащаю людей элементарными хорошо в рефлексивном залоге а в рефлексивном я говорю это надо вообще исследовать я сейчас не знаю наблюдая по крайней мере живых людей которые прошли пропедевтику я смотрю на них и не знаю что получилось что не получилось а как нам узнать вот теперь смотри еще в проектном залоге когда мы делали переподготовку менеджеров образования мы вводили туда специальное ну как бы учебное время заполняли таким странным курсом как планирование карьеры на этом планировании карьеры мы перед каждой сессией ну там очно-заочная форма обучения люди приезжают на месяц потом разъезжаются и так далее курс планирования карьеры включал в себя день первый день заезда полноценный начало сессии и окончание в этот день заезда мы ориентировали людей во всех курсах которые будут им читаться в этот заезд а в последний день мы подводили итоги или снимали рефлексивно как они прошли вот эти вот курсы и на курсах планирования карьера мы строили с ними вот эти вот пресловутые лоты лично-образовательные траектории как кто движется соответственно в нашем летучем университете пока этого не сделано мы не делаем вот таких вот планирования карьер или лично-образовательных траекторий отсюда ну вот это вот гипертрофированное отношение наверное к самоопределению но при этом я понимаю что то что можно сделать в лотах и вот в такого рода курсах я не могу делать на пропедевтике на пропедевтике я ввожу людей не в как Егоров рассказывал в летучий университет я их ввожу в мир мышления как Каменский писал учебник открытая дверь языков и всех наук и еще дополнительно притворяя это мир чувственных вещей в картинках так и я как бы делаю ввожу их в языки но мира не чувственных вещей а сверхчувственных вещей то есть умозрительных вещей для работы с любыми умозрительными вещами с любыми вот я туда ввожу в пропедевтику но пропедевтика в этом смысле в этом своем назначении не может решать проблем лота они должны быть взаимодополнительными и вот теперь я думаю что можно попробовать подвести некоторые итоги ну по окончании этого семестра этого сезона значит действительно а что получилось из тех или иных курсов включая и вот этот вот как бы курс пропедевтики но то что он не может выполнить вот некоторых самоопределенческих инсталляционных задач как это должен был бы делать курс планирования карьеры или лот ну я уже сейчас могу сказать это точно не могу ну а дальше мы уже думали даже про следующий год ну и я думал или продолжаю думать в ключе что лучше меньше да лучше в том смысле что мы не можем сейчас удовлетворяться просто количеством приходящих там на разные курсы их нужно определенным образом структурировать между собой курсы как таковые с тем чтобы по ним можно было прокладывать вот эти вот личные образовательные траектории эти личные образовательные траектории должны быть осмыслены у каждого слушателя как он движется а соответственно преподаватели которые задействованы в тех или иных курсах ну должны относиться друг к другу я так или иначе вынужден был относиться к курсу философии я это на рефлексии с философами там даже говорил так удачно получилось что мы совмещены были в пространстве и времени да между собой я так или иначе соотношу или помню в этом курсе своем про коллоквиум который ведется у Голиновского я точно так же знаю что к Голиновскому не ходит никто из сегодняшних выпускников пропедептики у них очень узкий коллоквиум хотя мне казалось бы что на него вообще-то должны были бы после пропедептики люди ходить но может быть в этом смысле экспонирование которое мы увлеклись в этом году в летучем университете оно заставляет даже людей которые могли бы самоопределиться в этом амфилатном принципе в соответствующие там переход в соответствующие места экспонирование или паноптикум который мы устроили он соблазняет людей а время оно не резиновое у каждого человека тем более что это не студенты которые вот пришли и учатся это люди которые отрывают для посещения летучего университета свое личное время от других каких-то дел вот и все что я могу про это сейчас сказать не думаю что это слишком глубоко и много но вот так а с прошлого года по педактике кто-нибудь входит на колокном? не? по мелешкам а мелешка с прошлого а да с прошлого мелешка с прошлого да один а мелешка и в прошлом году ходил на колокли он так что тут я не знаю ну он параллельно ходил просто по моему расположение ну как бы способ записи был на курсе такой что ну люди записывались до того как они прошли ну про педактику в этом году и у них просто ну как это ну то есть вот да да ну согласен не было так выстроено да Таня ты пересылал там мое исследование ну взаимной посещаемости курсов ну которые сделаны на основе данных кому пересылал? ну к тому же Владимиру Владимировичу нет не пересылал ну я там просто посмотрел какие люди пришли после системного подхода на какие-то еще курсы ну и ну такой анализ ну там если формально кто отметился даже по ним уже видно что там всего наверное один человек отметился тот кто и на системном подходе и допустим на Колумбиуме так Еборова ну у меня еще не было таких данных прошу прощения Таня я человек могу сказать слова я одного профессора старого образования доклад вопросы ну потом вот сейчас мы на какой фазе находимся ну если Владимир Владимирович закончил то видимо на фазе вопросов и выступлений ну сейчас мне еще одну штуку надо договорить значит помимо всего прочего даже так в первую очередь наверное в этом курсе в этом курсе я озабочен не столько преподаванием и образованием сколько нащупыванием и поиском более-менее соответствующих друг другу и как это взаимокомплементарных вещей парадигматических синтагматических и прагматических вещей вот этой пропедевтики системного подхода то есть грубо говоря начиная с самого первого опыта чтения этого курса я строил я хочу построить некий такой хэнкбук там учебник что-то такое по разведение в системный подход для гуманитарии и поэтому во многом чтение этого курса для меня имеет ну вот эту игровую содержательную сторону я проигрываю разные варианты то есть есть некий набор таких вот стержневых представлений системных которые я отрабатываю иногда на чем-то я делаю больше упор в один год там другой год на другом делаю какой-то упор я нащупываю изучаю сейчас у нас есть наверное три или четыре цикла записанных на видео как нету прошлогодний есть есть позапрошлогодний есть по-моему даже в сети есть и в этом году есть три как минимум я не говорю уже про некоторые другие на этом самом да были еще какие-то вот эти лекции которые я для Виолетты никак не найду которые Жихрь снимала в 2004 году с первой пропедевтики Джейн Живошмих из всего этого я хотел бы сделать и откатать отработать проверить получив обратную связь сделать ну вот такое как это ведение соправданное да соправданную пропедевтику так подождите а вы же говорили что во многом этот материал да предметный он определяется той аудитории которая записывается на курсы да то есть если там одна аудитория а у вас там одни примеры в которых эти системные категории вводятся если другая то другие то есть как это не противоречит потому что ну нет не противоречит не противоречит ну точно так же как логика да вот учебники логики существуют уже две с половиной тысячи лет и ничего апеллируют к разного рода материалу к разного рода каким то вещам математика решает свои задачки где на трубах где на бассейнах где на яблоках какая разница в этом смысле здесь особой проблемы нету как бы да другое дело что в учебник вводится материал ну каким то специальным образом для объяснений да ведь материал зачем нужен иногда для того чтобы проиллюстрировать для того чтобы добиться понимания там еще какие то такие вещи да но сами то инструменты в их ну онтологическом существовании они от этого не меняются но теперь уже все это вопрос еще вопрос до конца было понятно вот с этой схемой ну когда к ящику подходит вот сюда там как бы мышление находится то есть вот эта установка вот здесь да а вот системный подход это как дверь ну в это да ну у меня вот такое не знаю может быть оценочное как бы суждение у меня все равно сложилось впечатление что ну ваш курс он как бы автономен по отношению к летущему университету ну и ну мог бы наверное быть в сторону любой другой университет почему такое суждение если оценочное то как бы ну потому что особенно вот в конце когда Владимир Владимирович сказал что он готовит как бы ну этот курс как ну скажем как чтобы потом сделать из него то ли учебник то ли ну что-то универсальное ну соответственно оно ну вот автономно то есть оно не привязано к контексту где оно находится ну и мне кажется что такое то есть ну и вообще вот эта вот установка наверное обучение мышлению каждого ну значит каждого ну допустим в рамках Беларуси ну значит каждого там жителя гражданина и это скорее такой ну значит вот эта вот зона ближайшего развития она берется наверное из представления того каким каждый должен быть ну и она получается не оперирует каким должен быть там не знаю там человек летучего университета там студент не студент вот смотри во первых я его приводил в качестве инструмента подспорья для переподготовки менеджеров образования и белорусского коллеги говорил что в летучем университете это не срабатывает ну вы же наверное все равно можно держать что-то в голове чтобы это делать ну цикл целенаправленно целеустремленно вы возражаете владимир владимирович как бы с оценкой или что что ну я просто что я сейчас не применять это во вторых я задумался над этим самым автономностью как бы курса да и я бы сказал просто что все ведь тут наоборот если в смысле хотя как наоборот институт автономный ой университет автономный нет тут точно так же как менеджмент в образовании да переподготовка менеджеров образования она строилась разворачиваясь от курса введения в системный подход да вся вся эта штука да он был спроектирован и задуман как вот вот отталкиваясь от основной триады менеджерской деятельности организации руководства управления дальше в соответствии с каждой членом триады была поставлена да какая-то специфическая деятельность в которой которой нужно было научиться да здесь в организации значит там порядок соответствующие дисциплины здесь теоретизирование да и здесь исследование и вот менеджеров нужно было учить наведению порядка теоретизировать и исследовать дальше как бы курс уже конкретные подбирались исходя из следующего что должно быть базовым при обучении порядку ну и тогда говорится ну что тут понятно математика логика что еще порядку учит как бы да а теоретизирование какая разница на чем учить теоретизирование можно менеджеров учить теоретизирование на курсе теоретической физики в принципе но вообще надо подбирать что нибудь более менее ну как приближенное да точно так же исследование исследование можно учить тоже на любом материале да но во всяком случае нужно тоже стремиться к тому чтобы они хотя бы там не знаю могли психологическое там социальное исследование экономическое проводить и даже не столько проводить сколько уметь читать результаты исследований менеджер должен понимать эти вещи вот ну и тогда место теории систем определялось именно таким образом как то что связывает между собой вот эти вот там три типа деятельности и поэтому как бы все дальше разворачивалось от системного подхода теории системы летучий университет летучий университет просто немножко меняет акцент если там вот как бы по дару затачивалась эта штука да ну и соответственно из этого там бралось из АБР там и так далее и так далее и он мог быть более структурированным и должен был быть более структурированным и более строгим то здесь гораздо больше свободы но в конечном итоге содержание образования университета где мышление и игра являются ну скажем ядрами содержание образования введение в системное представление задает язык действительно задает вход в эти вещи я вообще вот на этот конус смотрю совершенно оптимистично на полезность на результаты и так далее исходя вот из чего вот то что вот мы думаем вот как лучше читать и что это все правильно это нужно и тем не менее тем не менее вот тут вот где-то ну знаете как это известные две методологии прокладывания дорожек в парках вот советское вот бум бум вот так а люди ходят по диагонали и английская и чешская вот сперва смотрят как люди ходят потом там асфальтируют в общем-то я хочу сказать что все равно тут создается вот такой хороший парк и как бы по нему и люди по нему как-то будут ходить вот методологии научить нельзя а чему можно научить я думаю вообще может быть только самым примитивным вещам можно читать можно все рифметику осваивают начальную школу ну да вот я говорю самым простым вещам а так вот как это профессор англ соловьев такую штуку мне сказал качество обучения играет роль для среднего студента сильный выучится в любом случае он найдет себе подходящие книжки преподаватели на которых можно что-то подчеркнуть таких же пытливых работящих как он и будет с ними обмениваться информация и он выучится ну слабого не выучишь ни в каком случае а вот на средних как-то это сказывается поэтому я говорю конечно надо думать как делать лучше и так далее но все равно что-то оно будет получаться исходя по крайней мере вот из какого принципа совершенно известного говорят вот его можно слушать о чем бы он ни говорит вот этот курс он вот такого такого тока связан он не связан это вот совершенно уникальное содержание я вот не могу сразу не не приходит в голову никакая книга которая была бы более или менее на это похожа хотя она еще не написана она еще не не написана вот и так она сразу будет приходить в голову вот да вот она будет будет приходить в голову и замечательно поэтому тут же важно вот еще что что человеку интересно вот поскольку есть знаете и рациональный момент заражает своим интересом энтузиазмом страстью своей можно сказать ему да это не то вот чем ты говоришь это не то что нужно на к тебе вот это читай а у него это тоски сколы ну и много ли будет толку так вот то что вот я хотел предложить на выходе вы уже Владимир Владимирович сказали единственное я бы вот оставил себе высказать пожелание все таки не откладывать это вот ну создание курса правильно я понимаю что вы имеете ввиду ну текст ну книгу скажем ну то есть все таки ну не такой не аудио визуальный вот не откладывать это до бесконечности может быть для начала сделать ну хотя бы на основе курса какого-то года ну к примеру к примеру последнего прошу прощения я сейчас перехожу к тому предложению которую я высказывал ну ну там на дистанционной платформе ну сделать первый вариант текста может в целях экономии ну авторских усилий ну применить прием ну известный который использовался при создании разных книг использовать записи кого-то из слушателей если они есть или если есть такая в организационном там финансовом каком-то плане такая возможность предложить кому-то по ну скажем вот этим видеозаписям годового курса сделать первый вариант текста а потом его как-то 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 здесь это не дело техники при том что оно само по себе не решает проблем вот у нас лежит например курс введения философию а где он лежит? в цифровом виде лежит снятый застенографированный двумя самоотверженными людьми еще двумя самоотверженными людьми отредактированный и сданный мне на оправке на этом пока все остановилось я просмотрел три первых лекции а их там сколько? штук? девятнадцать штук первых я просмотрел первую я даже где-то там что-то там доправил вот и все пока на этом все остановилось поэтому делаем девятнадцать да крючок у нас в кармане Вадимович не получается ли известно лучший оборот хорошего? нет Николай Николаевич дело в том что текст ну как это устная речь и то что написано это две таких больших разницы я понимаю что в общем читать это вот как особенно одно дело когда ты смотришь слышишь видишь картинки это ну вот ну и плюс там ну идет какое-то общение когда это переведено в текст это непонимаемо ну то есть там надо там очень много надо доработать чтобы это хотя бы было ну тем более что это в стиле морских вещей читалось то есть это не просто лекция такая красиво изложенная я здесь говорю еще и как благодарный слушатель так который в удаленном режиме все это постепенно переваривает вот я не знаю ну не буду говорить о каких-то других курсах но вот к этому курсу я так примеривался да он очень живой он там это там речь очень живая очень так сказать устная тем не менее вот я попробовал примериться вот и печатный так сказать аналог этого курса вот безусловно существует потому что по всей живости курс очень хорошо продуман очень хорошо продуман он вот он очень ясный он очень ясный и поэтому просто потому что не первый раз читался ну и прекрасно и прекрасно да я еще как шкурный человек который все рагитирует вот если бы такой текст был я бы им я бы им пользовался вот и более вот вы сказали два самоотверженных человека записали а два самоотверженных они подредактировали вот на самоотверженность первого рода ну это так это дерзнуть это уже мне не по летам а вот ну так буквально писать текст на что-то вот последующее я бы охотно принял участие тем более что я бы так сказать пользовался им и в процессе и в процессе что-то такое дел и я вот не люблю карты но вот мне что-то пришел в голову такой грустный это самое пример последний фильм Алексея Германа ну трудно быть богом все человек хотел лучше 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 и так а он его не довел до ума серьезно фильм так и не вышел ааа да 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 вот это не Германовский я просто помню что это был не Германовский который вышел там с Филипенко в роли этого Антона Рыбы я помню уже актера который играл поэтому вот вот настоятельное предложение это сделать нет с предложением своего посильного участия я буду благодарен за хотя бы там не знаю комментарии акценты какие-то и так далее потому что ну в принципе находясь в затяжном таком сейчас полете с кучей неоконченных текстов я ну наибольшая душа лежит как раз к этому наконец взяться за него и поработать ну это длинный все равно путь поэтому но тем не менее это дело техники и дело самоопределения я бы это занимался теорией развивающего обучения он начал это развивающее обучение с начальной школы начальной школы начались экспериментальные внедрения там и уже пошел процесс и он тогда хотел перейти к средней школе то есть распространить развивающее обучение принципы на среднюю школу а дальше оно не катит на среднюю школу и мы с ним тогда как раз общаясь обсуждали прерывное следующее а есть ли разница в содержании образования между школьными уровнями ну и пришли к такой гипотике что по большому счету содержание образования не зависит от уровня и фактически вот то что мы называем высшим образованием начинается с начальной школы и и дальше мы смотрим просто уже на типы образования которые пронизывают все уровни и вот например гимназическое образование там 19 века или классическое образование да и политехническая общеобразовательная советская школа различались чем что гимназическое образование начиналось с двух идеальных вещей фактически да то есть ребенку нужно было с детства с ранних пор передать понятие числа и понятие бога и собственно арифметика и закон божий были главными дисциплинами в начальной школе которые формировали содержание образования и это содержание было умозрительным умопостигаемым да что не число нельзя пощупать и да его можно только понять умом да и бог которого нельзя обнаружить на облаке сидящем там свесив ножки и вот когда на этих двух вещах одно очень формальное одно очень формальное число и другой очень антологической вещи мы даем два идеальных понятия на этом дальнейшем на эти дальнейшие скелеты нанизываются все остальные там дисциплины там и так далее если мы выбрасываем одно что получится или для устойчивости а что мы предлагаем вместо бога да и получается то с чем боролись философы там даже ученые уже как финальной стадии становления науки как сферы в девятнадцатом веке с выбрасыванием бога из содержания образования привело к такому жуткому натурализму да и потом к тому что вообще там суеверия начинает свести пышным цветом что дальше некуда но дело в том что как бы однажды исчезнув бог не может вернуться в содержание образования в том же виде в котором он был нужно что-то другое да что другое и тут начинаются всякие там изыски и вот те кто потом продолжали работать в этом направлении они фактически параллельно с нами работают кто-то университет строит как громыко кто-то там еще что-то такое делает да они все находятся в поиске содержания образования и вот там были версии там типа метапредметы что такое метапредмет метапредмет знак метапредмет задачи метапредмет проблема какие-то вот такие вот вещи там да и на них строить ну как другой список дисциплин и он конечно будет очень сильно отличаться от того что когда-то там построил например там христиан вольф для университетов восемнадцатого века а потом спущенных и в гимназию и в школу наверное но в общем до сих пор вот эта вот задачка определение содержания образования нового типа не решена и наш летучий университет сейчас на этой стадии полнейшей свободы и произвола есть отличная экспериментальная площадка на которой мы можем нащупывать эти вещи не просто опять же вот придумывая их из головы высасывая да ну нащупывая в реальной практике а а уже написание учебников это так скажем отходы производства экспериментального вы знаете когда-то для металлического анализа социологических данных написала московская фирма контекст некий программный пакет это была реализация детерминационного анализа Сергея Чеснокова детерминационного анализа ну и к этому они приглашили какие-то расхожие вещи ну учтение процентов парных таблиц и так далее мы купили этот пакет детерминационным анализом никогда не пользовались не до не после а вот тем что было постепенно попользовались это самое это оказалось тут вот это еще что жизнь оказывается порой умнее каких-то и ну массу примеров и не популярно своей дидактике тоже удивлялся так ну ладно я позже да очень очень мистическая нота на самом деле вот меня мне в данном случае волнует вот что несмотря на то что Андрей считает что у нас что-то уже общепринятое есть и в общем не подлежащее обсуждению я вижу в общей конструкции того что есть в будущем университете два подхода которые мы в общем одновременно пытаемся реализовать и я так и не могу понять куда нам правильнее двигаться вот один он состоит в том как вы описывали ну все предыдущие ну то есть есть некое представление о вы как говорили про у да о содержании образования и мы должны обеспечить это содержание необходимыми элементами курсами семинарами еще чем-то и так далее и это будет такая систематичная это самое куда мы запускаем студента и он там проходя все даже если это на выбор но тем не менее проходя по правильному лабиринту выходит получается ну либо не получается в общем то что мы ставим и тогда там ваша это пропелетика будет системный подход имеет значение ну вот этого там связующего звена или там этого предверия там и так далее и второе который на сегодняшний день сейчас реализуется в летучем университете потому что у нас нету такой конструкции по которой и быть не может и быть не может и сейчас у нас скорее выглядит это таким образом что у нас есть мало того что набор топов вот этих вот форматов да там курсы семинары ну или попытка по крайней мере ввести школы публичные лекции и так далее которые ну по крайней мере для меня представляет собой в совокупности все компоненты ну собственно мышление ну то есть элементы по которым должно и может проходить мышление ну то есть проблематизация работа там критика ля 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 да то есть оно как бы составляет некоторую эту комплекс да но ну это и плюс у нас есть ну как бы предметная топов да там философия ну и в этом смысле методология или там системный подход является одним из них здесь философия здесь там ну те же тематические там не знаю истории и так далее да и вот движение наших слушателей оно в общем ну вот если здесь эти форматы не очень их выдержали но там можно как-то задавать то здесь движение абсолютно вольное и свободное и пока нет ничего чтобы задавала ну какую-то схему движения ну типа сначала все капитальтику потом она дает там возможность определиться и потом он там двигается еще как-то и поэтому при такой организации да не может быть да не может быть да этим преддверием да то есть для кого-то оно может стать а для кого-то не может стать ну для тех топов которые реально заполнены конечно нет я же и говорю тебе да что я рассматриваю это как преддверие как введение в вот то что есть и на подход ну никак не натуралистические и не современные дисциплины тогда в каком отношении не в каком Таня я ж не могу выстроить топик она и есть топик ну да поэтому у меня есть виртуальная амфилада комнат виртуальность и некоторые даже из этих виртуальных комнат да вот которые амфиладой нанизаны на эту штуку они присутствуют например вот коллоквиум Галиновского да с изучением Лакатаса там Галилея и так далее ну то есть он сюда кладется где-то там есть а вот все остальное политология история то есть тогда это к каждому несколько направлений да может достраиваться некая там конструкция оба говорят они они служат друг другу служебными там какими-то этими самыми вещами просто тогда вы рефлексивно обсуждаете амфиладу а потом рассказываете про системный подход как элемент целостной системы по-другому построены для меня это не очень понятно я не знаю как правильно но послушаем значит сегодня в этот учебный год по крайней мере приточий университет был построен по принципу экспонирование в нем не связанных между собой каких-то каких-то вот этих блоков да нет да не нет а ну если вы так строили подожди а как они связаны между собой скажи как связаны между собой системные пропедевтика системного подхода и философия в голове андошины это было связано как-то когда она задумывала у тебя это было связано там еще как-то но думаю что и у тебя было связано ну не связано точнее а построено топически как экспонирование с претензией да на некую представленность универсального в нашем университете да вот отлично ну понимаешь как бы что вот эта универсальность так понятна это есть топическое экспонирование главное найти экспонат место свое а то что как бы между ними какие-то связи существуют это либо додумывается и всякий раз неважно как либо надо точно признать что связи между ними нет ну вот и все вот и все а я то исходил из того что мне плевать на универсальность понятую вот в этом смысле современную как бы да чтобы все было представлено я исхожу из того что этот университет университет мышления и игровой университет то есть в нем в принципе все подчинено иному подходу все что и философствование тут иное и история тут иная и политология тут иная если бы мы здесь ветеринарный факультет открыли даже ветеринария была бы другая я же ну я наверное про это же ну и поэтому про педевтика что должна сделать разоформить натурализм в каких бы формах он не проникал в наук в летучий университет в любых формах и заменить его деятельностным отношением игровым если бы все слушатели летучего университета сначала попадали на пропедевтику а потом во все остальные места то эту задачу можно было бы выполнить это был бы тоталитаризм или так можно было бы построить учебное заведение нацеленное на подготовку а не образование как мы строили переподготовку менеджера если мы этого не делаем то тогда у нас тогда подожди конечно конечно безусловно но задача ведь состоит в том чтобы эти топические существовали не в режиме экспозиции экспонирования а чтобы они существовали в режиме конкуренции подхода и у нас есть единственный способ игровой деятельностный подход должны выиграть конкуренцию но не с абы какими да ну как бы не заведомо слабыми игроками а самым сильным что есть в Беларуси но забывать про конкуренцию и делать акцент на экспонировании нельзя 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 превращать университет в паноптику мне казалось почти как Егорову что в исходных представлениях мы и тут с тобой сходимся а в чем не сходимся нет ну подождите вот я про конкуренцию еще не думала ну ладно но по крайней мере ведь ты же не принимала за абсолют вот структуру этого года вот как я помню на летней школе когда ты впервые ее озвучивала публично а ты ведь ее озвучивала как ну как это как хобби в году да с тем что в следующем году мы посмотрим в следующем году будет что-то другое давайте это самое прошлым летом я озвучивала вот эту про места про места про то что у нас должны быть разные места и вот в этом году для меня главная задача была попытаться развести курсы семинары ну кустарку там школу и так далее у тебя была и это предметная раскладка предметная была в позапрошлом году и для меня они в прошлом году была у тебя была схема ты на летней школе представлял и даже туда тыкала там Дубинецкая там еще кто-то и так далее нет даже в школу была там Дубинецкая даже в школу возьми есть две две комплексированные между собой схемы для меня одна про универсаль универсум знаний это вот эта которая была где было знание эпидологическое знание онтологическое и прагматика и здесь дисциплина и я тогда еще говорила что наша задача здесь нету конечного списка ни здесь ни здесь ни здесь и задача состоит в том чтобы слушатель собирал все три этих в том варианте которым он сможет захочет и так далее то есть в этом смысле наша задача как раз наполнить максимально и там принципы скорее то что мы имеем лучшее там ну и так далее или просто имеющиеся потому что допустим здесь непонятная дидактика здесь непонятная дидактика ну с этим еще ладно да это была одна схема и она остается и здесь у нас есть системный подход философия ну чуть чуть здесь чуть чуть что можем то и заполняем да второе это вот это было ну курсы семинары да и еще что то такое и они ну как это ортогональные ну отлично ортогональные вот эти вот список вот этого какой любой топический топический ну вот я про это и говорю что нет у нас расхождения в представлении я обсуждал вот свое вот здесь а не применительно к этому я здесь рассуждаю ну ты в чем в чем расхождение в том что если здесь топический то здесь системный подход такой же такой же по отношению к остальным как и философия послушай как математика в принципе конечно а не системообразующий вот это уже не тебе определять а тому кто исполняет его я исполнял его понимая что он вот один из один из топов но я шел сознательно туда неся подходность которая отличается от всего остального снабжая как бы людей которых я втягиваю этот подход самыми элементарными вещами отлично ну вот это я и для меня это ну как бы для моего понимания есть две большие разницы я сейчас не говорю плохо это или хорошо да одно дело когда например ну не знаю философы математики логики еще кто-нибудь да знают что они составляют ну как этот универсум и вот они дают частичку другие дают следующую частичку ну и так далее другое дело когда они между собой находятся в конкуренции универсума 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 конечно я даю весь универсум да хорошо ну что ну у нас рефлексия что что я не могу себе представить как могло быть иначе и чтоб ты относилась к этому как то иначе ну значит вам придется себе это представить не понимаю а все еще все спрашивали а все все прошу прощения Грусть, исходя издевшая от вас, была так велика, что я не смог отнестись к ней серьезно. Вообще самые горькие слезы детские, как папаша и дед.